Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. И сегодня мы поговорим на такую тему. Было недавно на канале видео, что лучше карбюратор или инжектор. Это видео, очень много комментариев под ним было. И до этого очень часто мне задают вопрос, что быстрее, не что там лучше, надежнее, а что быстрее. И сегодня мы именно поговорим о карбюраторе и инжекторе и их сравнении, что из них быстрее. Это извечно спор, одни говорят инжектор быстрее, другие там карбюратор быстрее. Сейчас я вам детально расскажу с цифрами и при стандартных показателях и при доработках, что же все-таки быстрее. И начнем с того, что давайте возьмем заводские характеристики. К примеру, не будем сравнивать там какие-то далеко бегать иномарки, потому что самое проще сравнить это ВАЗы. Почему ВАЗы? Потому что ВАЗы это автомобиль, который два одинаковых автомобиля, выпускали из завода одни с карбюраторами, одни с инжекторами, грубо говоря. И такая, допустим, возьмем за основу это ВАЗ 2109, потому что они одновременно с конвейера и шли карбюраторные и инжекторные. Когда карбюраторы заканчивали производить, инжекторы уже начали. Так вот, две одинаковых машины с одинаковым весом, трансмиссией всем остальным, двигателем, объемом, всем. У них только отличается система пинтания, то есть там карбюратор, там инжектор. Если посмотреть их заводские характеристики, то карбюраторная девятка едет 13 секунд до сотни, а инжекторная 14 секунд до сотни. Вот вам как бы и первая доля ответа, что даже под заводским характеристикам инжектор медленнее, а карбюратор быстрее. Это по нескольким причинам. Во-первых, но при этом сейчас давайте, многие ошибочно думают, что инжектор быстрее. Вот типа проехался на карбюраторной девятке, сел на инжекторную, типа инжектор валит. Из-за того, что инжекторный двигатель лучше реагирует на низких оборотах, получается, что такое ощущение, что как будто он валит. Но если вы его выкрутите в обороты, он там уже набирает плохо. С карбюратором уже наоборот. Если взять полностью стандартный заводской карбюратор, он снизу едет плохо, относительно инжектора. А дальше едет уже лучше на верхах, потому что идет уже наполнение лучше продукта через карбюратор. И в итоге получается разгон лучше. Но опять же, если, допустим, поставить доработанные карбюраторы, как я дорабатываю на канале, есть очень много видео о доработке карбюраторов. Там это все дело рассказано и показано. Понятно, там любой инжектор потеряется, но это мы сейчас берем два стока. Но по какой же причине все-таки инжектор медленнее? Потому что инжекторный двигатель, его уже задушили под экологию, то есть катализаторы разные там и прошивка для того, чтобы СО было нормальное. И, соответственно, он валит хуже. Почему же карбюратор едет лучше? Потому что это грубо простая физика. Воздух дуется, бензин подается и полетело. Теперь возьмем при равных доработках. Очень часто задают вопрос, вот я знаю, что я дорабатываю там головки блока, каналы протачиваю, дорабатываю карбюраторы. Что если взять, допустим, стандартный двигатель, доработать головку блока, вот был как раз вопрос в комментариях, доработать головку блока и там, и там, и, допустим, доработать карбюратор, а там прошить инжектор. Сколько это поедет и что будет быстрее? Если на карбюраторную девятку, полностью стандартную, доработать каналы в головке блока, доработать впускной коллектор, потому что он является продолжением впускных канала блок и доработать карбюратор соли спорт 25-28, то машина поедет в районе девяти, десяти секунд до сотни в зависимости от водителя, потому что от водителя много чего зависит. То есть вместо тринадцати, соответственно, грубо говоря, машина уже поедет десять секунд на три секунды быстрее. Если в инжекторе просто проточить головку блока и прошить инжектор, то есть, ну, мозги прошить и прошивку, то есть, соответственно, подкорректировать, оно так не поедет. То есть, ну, лучше будет за счет продувки головки блока однозначно, по-любому, но все равно будет медленнее. Вы поедете где-то в районе одиннадцати секунд. И при дальнейших доработках, если поставить два одинаково злых распредвала, там, два одинаковых паука, там, и все остальное, всегда инжектор будет проигрывать карбюратору. То есть, это по-другому никак. Да, можно построить мощный инжекторный двигатель, но это, опять же, при тех же данных карбюратор опять окажется быстрее. Инжектор есть смысл строить только тогда, когда вы строите турбодвигатель, для того, чтобы нормально, полноценно управлять наддувом, и чтобы получать нормальную от этого отдачу. То есть, поэтому инжектор... Да, еще такой момент, что многие тоже там комментариях написали, что там, типа, карбюратор там заводится, там, инжектор проще. Личный пример. У меня на повседневной машине доработаны каналы головки блока, там, доработаны пускной коллектор и стоит Соликспорт 25-28. Ну, а суть не даже в доработке головки, а вообще в самом карбюраторе. Я в мороз, в минус 20, завожусь без проблем. И сразу же, без подсоса, без прогрева, еду без всяких провалов. То есть, сел и поехал. Я, грубо говоря, езжу, у меня карбюратор, но я никакого отличия, грубо говоря, от инжектора не вижу. Ну, именно в плане езды я себе завелся и поехал, и не парюсь без провалов. Стандартный карбюратор, да, будет вам морочить голову. То есть, он затыкается, надо ехать пока там кучу времени на подсосе, пока он прогреется, потому что в него неправильно готовится смесь, она чересчур бедная, диффузоры маленькие, не продувается. Ну, правильно доработанный карбюратор. И то, что там говорят, что с карбюратором, как бы, много проблем с обслуживанием, я годами могу там не лазить до того карбюратора, один раз обслужил, и все. А вот инжектор может вам выморочить мозги, то датчиками, то остальными проблемами. Но каждый выбирает для себя, а по поводу того, что также в комментариях писали, что есть там специалисты, нет, я скажу опять же, что мастеров нормальных нет. Ни по карбюраторам, ни по инжекторам, ни в любой сфере нашей жизни, потому что я не знаю, куда мы катимся, но то отдельная тема. Поэтому подведем итог, что инжектор проигрывает карбюратору. Как бы вам там не казалось, что он вроде подрывает, всё равно по факту в заездах он будет всегда проигрывать при одинаковых данных, при одинаковых доработках. На канале есть очень много видео о доработках и карбюраторов, и инжекторов, и головок блока. На главной странице моего канала жмите на все видео, и вы там найдёте ответы на все свои вопросы. А те вопросы, которые вас интересуют, пишите под видео в комментариях. Вот данное видео я снимаю, человек вот написал, и я сразу снимаю развернутый видео-ответ. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто ещё не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями, чтобы канал быстрее развивался, и чтобы было больше интересных познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.